...тебе, да, до другого человека. Какое-то ласковое, такое, освещенное солнцем безразличие. И человек восьминог, просто другой, иной, непонятный, иная планета. Иной раз хочется что-то добиться, рассказать человеку, а ничего не получается. Мы все страдаем вот этой дискоммуникацией. Мы уже привыкли жить абсолютно без любви, в одиночестве. Только у вечной психические люди не в состоянии жить без любви. И мы запросто прекрасно живем, нам очень комфортно. Ну, не очень уж, но комфортно в этом мире одушевленных вещей. То есть проблема дискоммуникации. Еще одна важная проблема, о которой мы тоже поговорим, и проблема, которую поставил XIX век, это проблема так называемого коммуникативного сбоя, условно говоря. То есть мы разговариваем, да, мы обмениваемся репликами. У нас лица при этом до чертиков умные, мы делимся какими-то эмоциями, мы делимся какими-то идеями, мы просто разговариваем друг с другом, выясняем, как погода, здравствуйте, здравствуйте. Но общение при этом не происходит. Вот эту ситуацию абсолютного отсутствия коммуникации, например, зафиксировал Иоанн Эско в своей знаменитой пьесе «Лысая певица», которая начинается с воспроизведения английского разговорника. «Здравствуйте, меня зовут мистер Смит, здравствуйте, меня зовут миссис Смит. Какая сегодня погода? Сегодня хорошая погода. А вчера была как? А вчера была плохая погода. Как ваши дела? Мои дела хорошо, да, неужели эти люди общаются?» То есть нам кажется, что все вроде бы нормально, но людей, которые так друг с другом разговаривают, надо куда-то срочно связать и госпитализировать. Но давайте все-таки поговорим о том, как писатели решают вот эту проблему, как они ее начинают ставить. Ну, понятно, что мы не очень слышим друг друга, понятно, что мы не слышим, не можем слышать, не хотим слышать друг друга. Но что происходило в литературе? Как авторы нашей классики решали проблему, когда мы не слышим? Как, во-первых, это передать в искусстве? Здесь есть две проблемы. Ну да, выходит один герой, выходит другой, и они друг друга не слышат. Создается ситуация абсурда. Вроде бы коммуникация установлена, вроде бы обмениваются репликами, вроде бы общение происходит, на самом деле его не происходит. Ну и мы начинаем понимать, что мы общаемся при помощи знаков, а язык это не то, что даже коммуникативная система. Напротив, нет ничего более препятствующего коммуникации, чем язык. Ни в коей мере язык не соединяет нас, не объединяет нас, а напротив, наоборот, разделяет. Мы не общаемся. Возможно, и истории, и гипотезы происхождения языка, они иные, и вовсе мы были не призваны общаться. Возможно, это другая была задача у того языка, которого вложили в человека. Ну хорошо, давайте мы поговорим о двух авторах, как я и обещал. Ну, прежде всего, может быть, вспомнить такого русского писателя, которого все знаете, прежде чем говорить о нерусских, и о которых вы, может быть, меньше знаете. Писатель, которого я вспомню, это Антон Павлович Чехов. Вот Чехов — это писатель, у которого происходили коммуникационные сбои. Это писатель, у которого герои часто общались и часто не слышали друг друга по каким-то странным причинам. Почему-то не слышал друг друга, почему-то ненавидел друг друга, почему-то какая-то поселяется в человеке неожиданная, очень противная мысль, оскорбляющая человеческое сердце. И у него есть рассказ на эту тему, то есть у него много рассказов на эту тему. Но если вы почитаете пьесы, вы увидите вот этот ужас, когда люди не общаются друг с другом. И это, на самом деле, американцы, почему я вспоминаю Чехова, потому что американцы очень любили Чехова, и прочитывали его текст, и переводили его, и использовали его приемы. Так Чехов пишет рассказ «Враги». Рассказ «Враги», может быть, я напомню вкратце, некий врач Кириллов, у него умирает сын. С этого начинается рассказ. Кириллов уже не молодой, жена его тоже не молодая. Вот такая кошмарная трагедия. Умирает сын, и вдруг он, не знаю, как реагировать, вот ходит по комнате, совершенно пустой, опустошенный, ему нечем жить, перспектив нет. Самое страшное, что случилось, оно случилось. В таком умолчании, вдруг появляется какой-то посетитель, это помещик Апогин, который говорит, что у меня вот жена заболела, срочно приезжайте, Кириллов говорит, но я не могу, у меня сын умер, войдите в положение. Ты говоришь, боже мой, какой ужас, какой ужас, как я не вовремя, не вовремя. Ну, моя жена умирает, она задыхается, она подавилась, приезжайте срочно. Тот уходит в другую комнату, и сидит там этот Кириллов. Тот к нему туда приходит, говорит, пожалуйста, пожалуйста, приезжайте, вы что, не поняли меня, он говорит? У меня сын умер. Ну, куда, зачем? Я не поеду. В итоге соглашается и едет. Когда они туда приезжают, дом Апогина пустой, оказывается, жена его разыграла. Она разыграла, что она чем-то подавилась, что она умирает. Пока Апогин ездил за доктором, она собрала свои вещички и удрала со своим любовником. Мы это все понимаем, Апогин это понимает, говорит, господи, какой ужас, как она, какая она мерзавка. А тут Кирилл говорит, а где, где больной, где пациент? А тот свое говорит, господи, какой ужас, и главное, обмануло меня, и главное, я все понимал. Говорит, где еще пациент, я не помню. А потом он понимает, говорит, вот вы за своих вот этих грязных игр, вот эти, вот это ваше, вот это ваша мерзость, вот вы еще не наигрались в ваше какое-то слюнтяйство, в эти мерзкие мелодрамы, и вы сделали меня участником, это мерзкая мелодрама, вот тогда человек и трагедия, вы жиру беситесь, вы обожрались уже. И вот таким, говорит, позвольте, говорит он, да, и вот они начинают ссориться, и они не слышат друг друга. Они расстаются с врагами, да, и на того, кто говорит, ну вот ваши деньги, вот гонорары, вы не смеете мне предлагать деньги, там, вы подлец, кто-то его тоже вызывает, но они, и они разъезжаются. Это страшный рассказ, и мы понимаем, что здесь отсутствие общения, что-то их разлучает, что-то не дает возможности им общаться. И вот Чехов идеально отвечает на этот вопрос, что не дает этим персонажам общаться. Этим персонажам он отвечает на этот вопрос как профессиональный литератор. Он не отвечает на это так, как это делали Сартер, как там делали это Камью или Сэринджер, совершенно иначе. Он просто это чисто технически это делает. Как он это делает? Он делает это очень просто. У него один герой из мелодрамы, это Кириллов, а второй герой из Водовиля. Это герои из разных жанров. Они разговаривают друг с другом языком своего жанра. Герой трагедии никогда не поймет и не сможет договориться с героем комедии. Они не поймут друг друга и не услышат. Так же, как и герой мелодрамы, который ходит погружен в свои страдания и появляется смешной, обманутый, водовильный герой, у которого тоже смешная трагедия, смешной рогоносец, смешной обманутый муж и трагедия, вернее мелодрама. И вот здесь возникает ошибка, здесь возникает сбой. И на самом деле все велики. И очень хорошие книги написаны именно так. Продолжение следует...